МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы много говорили в наших программах о плодовых, о ягодниках, о овощах, цветах, но о розах еще в этом году мы речь не вели. Но как можно не рассказывать нашим датчикам о королеве цветов, о розе? И она действительно королева цветов. Многие датчики любят эти цветы, выращивают. Да мы все их любим, пожалуй. Когда приходишь в магазин за подарком, выбираешь букет цветов, чаще всего взгляд останавливается на розах. Приятно их и дарить им, когда ты их получаешь в подарок. Но на даче можно вырастить любые розы. И видов их очень много. Можно вырастить плетистую розу, которая будет обвивать вашу беседку, вход на террасу. Есть розы плетистые, есть розы чайно-гибридные, аромат которых бесподобен. Есть миниатюрные, есть бордюрные, которые прекрасно будут смотреться около дорожки. Есть почвопокровные. То есть можно вырастить на даче ту розу, которая вам нравится. И когда говорим о розах, конечно, пить это можно подобрать очень много. Они и красивы, они нежные, ароматные, величественные, нарядные. Они цветут долго, практически начиная с лета до осени, до поздней, практически до заморозка. Приходится, когда уходят на зиму розы, приходится даже обрывать цветы, что всегда бывает очень непросто сделать. И, конечно, роз очень много, но есть у них не минусы, но такие сложности выращивания роз. И некоторые дачники побаиваются выращивать эти цветы у себя на участке, потому что боятся, что не справятся с этим. Действительно, роза капризна, но королеве это простительно. Кто из нас не колол свои руки, когда ухаживал за розами, шипы у нее есть. Она требовательна в уходе. А зимой, вернее, поздней осенью, когда уходят все наши цветы и наша дача покрывается снегом, мы же готовим розы к зиме, чтобы они не вымерзли. Поэтому, конечно, хлопот у розы много, но все это можно простить за ее красоту. Поэтому сегодня будем говорить, как нам правильно ухаживать за розы, вернее, посадить розы и ухаживать за ними. Наталья Викторовна, пришло ли время сажать розу? Конечно, пришло. Весна в разгаре. И чаще всего сажают розы весной. Ну, как практически все культуры весной. Некоторые рекомендуют сажать розы даже в начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Вы знаете, у нас в Подмосковье явление довольно частое. Некоторые дачники советуют высаживать кусты роз ранней осенью. Но когда вы высадите осенью, вы покупаете куст розовый с цветами. И тут уже вы выберете то, что вам нужно. Уже вас никто не обманет, вы не купите кота в мешке. Но осенние посадки, они опасны тем, что не каждый розовый куст может уйти в зиму хорошо, достаточно укорененным. И просто вот эти посадки осенние, они часто вымерзают. Поэтому остановимся на том, что будем сажать розу весной или в начале лета. Когда вы покупаете розовый куст, вы смотрите, в каком виде он продается. Продается с открытой корневой системой, продается в тубусах, в картонных коробках и с закрытой корневой системой. Если это ранняя весна, и вы хотите посадить рано розовый куст, как только прогрелась земля, на улице стало тепло, земля температуры где-то достигла 10 градусов, можно уже смело высаживать розы. Покупаем чаще всего мы с открытой, наверное, корневой системой, я думаю. И смотрите на корни, чтобы они не были сухие, не были больные. Часто покупаются открытые корневой системой розы уже с листьями. Смотрите на листья, чтобы они были не сухие, зеленые, без пятен, без повреждений, потому что на них могут быть и болезни, и вредители. Лучше всего, конечно, сажать розовый куст, у которого корневая система закрытая. То есть или в пластмассовом горшке, там корни уже надежно живут, они с комом земли, они питаются, они не пересыхают. Обязательно перед посадкой вот этот горшок нужно пролить, чтобы когда вы будете сажать розу, ком земли не рассыпался. Если же вы покупаете в цветочных магазинах или в садовых центрах, часто продают розы вот ранее весной в тубусах, так называемых тубусах, а не картонные коробки, это чаще всего импортные розы. Покупаете иногда уже на розовом кусте, есть тонкие бледные побеги. Это значит, розовый куст хранился при нормальной температуре, видно было очень тепло при хранении. Обычно розы хранятся где-то от 0 до плюс 5 градусов. Тогда вот эти все тонкие побеги нужно выщипнуть. И желательно, когда вы будете сажать розу из тубуса, посмотрите на нее, потому что она залита воском. Воск нужно обязательно с розы снять, посмотреть, нет ли там на побеги или ранок, царапин, порезов или болезней каких-то. Корни, как правило, у них загнуты, они в коме, в таком торфо очень плотно сжатом. Расправьте эти корни, расправьте и опустите их где-то на пару часов в раствор корневина, для того, чтобы корни хорошо пропитались водой. Поэтому к посадке нужно готовиться. И когда покупаете, смотрите на розовый куст, чтобы он был как можно меньше пучки у него были. Если листва, то чтобы листва была в хорошем состоянии и корни в нормальном тоже состоянии, сухие, живые. Наталья Викторовна, как правильно выбрать место для посадки розы? На что необходимо обратить самое пристальное внимание и сделать вот именно в этом вопросе ошибки? Роза не выносит тень. Она теплолюбива, светолюбива. Поэтому, когда выбираете место для посадки розы, оно должно как можно дольше освещаться солнцем. То есть, южная сторона, юго-восточная, юго-западная. В тени роза расти не будет. Ну, может, будет расти, но пышного цветения вы не дождетесь. Чтобы не было сквозняков. И когда готовите яму посадочную под розу, яма должна быть большая. Даже если у розового куста небольшая корневая система, все равно нужна хорошая заправочная яма посадочная. Она размером должна быть где-то 50 на 50. То есть, диаметр 50 сантиметров и глубиной тоже 50 сантиметров. На дно ямы обязательно кладите дренаж. Это или гравий, или щебенка мелкая. Можно просто ветки деревьев поломанные положить. Сверху питательный грунт. Перегной, песок, торф, садовую почву. Добавляем микроэлементы, макроэлементы. Все это тщательно перемешиваем. То есть, делаем такую хорошую-хорошую заправку. И проливаем хорошо водой. Вот тогда наша роза будет хорошо развиваться. А в маленькой ямке она просто не сможет дальше пустить свои корни. Поэтому готовим место и готовим хорошую посадочную яму для розы. Наталья Викторовна, мы выбрали розовый куст. Мы подготовили место. Как правильно посадить розу? Как правило, розы, они привитые. И у нее есть подвой. Чаще всего это корни шиповника. Потому что шиповник, он хорошо растет, не вымерзает зимой. И оставляют в качестве подвоя, берут корни шиповника. А на корни шиповника прививают уже культурную розу. И на каждой розе есть место прививки. То есть, где соединяется корни шиповника и культурная роза. Оно немножко утолщено. И вот когда вы сажаете розовый куст. Чаще всего мы сажаем его как бы мокрым способом. То есть, в яме должно быть достаточно много воды. И сажаем розовый куст прямо в яму с водой. Опустили розовый куст. И держите его во время посадки именно за место вот этой прививки. Чтобы и не поцарапать руки себе, и не поломать нежные тонкие побеги. Опускаете его в ямку и присыпаете почвой. Мокрый способ дает возможность земле хорошенько заполнять всю яму. Пространство между корнями. Там потом не бывает пустот. И сразу плотно земля прилегает к корням. И очень важно во время посадки, чтобы роза стояла чисто вертикально. Никакого наклона не допускайте. Чтобы ее побеги вертикально вверх были направлены. И место прививки мы с вами заглубляем. То есть, оно должно быть в почве. Присыпайте почву и на 5-7 см ниже места прививки, окулировки. Если вы оставите место прививки на уровне почвы, то тогда роза будет плохо расти, будут слабые побеги у нее. Она может просто засохнуть. Если же вы оставите место прививки выше уровня почвы, то тогда этот розовый куст, скорее всего, первую же зиму у вас замерзнет. Поэтому сажать нужно правильно и очень внимательно смотреть на место прививки. А затем землю немножко уплотнили, проливаем куст и дальше будем ухаживать за ним практически все лето. То, что касается ухода, какие требования предъявляет роза? Как правильно ухаживать за этим растением? Роза требует полива. Раз в неделю ведро воды, будьте добры, под розовый куст обязательно проливайте. Если вы только посадили розу, то в этот год подкармливать ее не нужно. Потому что у нее только и только нежные корешки начинают разрастаться в коме. И можно обжечь эти корешки. Поэтому первый год вновь посаженную розу не подкармливаем. А в дальнейшем кормить розу нужно рано весной, как только на ней появляются почки. И кормить в середине лета для пышного цветения. А вот осенью розу уже не кормят. Если будете кормить розу и осенью, она будет пышно цвести, а вы будете думать, что нужно как можно больше ей давать удобрений, то это приведет к обратному эффекту. Она будет давать много побегов. Эти побеги не успеют одревеснеть. И будут просто зимой вымерзать. Поэтому осенью мы уже розу не кормим. И кормить, конечно, ее нужно и минеральными удобрениями, и органической подкормки давать. И как только посадили розовый куст, замульчируйте землю под этим кустом. Потому что мульча, она не дает влаге испаряться. Она держит тепло под розовым кустом. И еще одно хотела сказать, что есть такой способ. Когда вы посадили розу, можно или накрыть ее сверху пластмассовым ведром, или пластмассовой какой-нибудь емкостью, для того, чтобы она укоренилась. Вот первую недельку-две, чтобы влага не испарялась, и розовый куст нормально работал. Ведь ему нужно сейчас корни пустить, а не сразу давать листочки. Иначе он все свои силы отдаст на развитие листовой массы, а корни будут еще слабы. И есть такой один прием, который поможет вашему кусту хорошо укорениться. Посадили розу, оставили на 5-7 см вместо прививки выше земли. И возьмите этот розовый куст, окучьте немножко землей. Сантиметров на 10 присыпьте землей на 2 недели. Это дает возможность хорошо розе укорениться. Она в этой почве дает боковые корешки белого цвета. И очень хорошо укореняется. А дней через 10, через 2 недельки аккуратно отгребите вот эту почву, только старайтесь не повредить вот эти корешочки. И роза хорошо укоренится, а потом уже начнет давать новые побеги. Спасибо, Наталья Викторовна. Пожелаем удачи нашим телезрителям в посадке роз. Так что сажайте розы на своем участке, ухаживайте за ними. И пусть они радуют вас пышным цветением все лето и осень. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. А мы желаем удачи на вашей даче. Субтитры сделал DimaTorzok